Недели две назад вы видели встречу с доктором Джозефом Клейнерманом. Здравствуйте, доктор. Добрый день, Марина. Добрый день. Телезрители, очень рад опять быть в вашей студии, рядом с вами, с такой хорошей энергетикой, чего я ищу всегда и хочу давать своим пациентам. Спасибо вам большое. И вы как раз такой объект. Спасибо большое, доктор, за добрые слова. Просто, действительно, дорогие друзья, я всегда, вы знаете, вам рассказываю правду про себя. Меня затерроризировали просто звонками. Пусть доктор повторит, какие болезни он лечит внутривенным вливанием. Хотя мы сегодня, честно говоря, планировали эту передачу посвятить совсем другому. Но, доктор, в самом начале еще раз напомним. Мы перейдем из этого в другое. Плавно в другое. Это как часть моего большого увлечения. И я думаю, что станет увлечением для очень многим, потому что там открывается совсем другой спектр отношения к болезням, к состояниям, к людям. Другие характеры начинают появляться. Но это немножко следующей части. А я напомню, что внутривенные инфузии применяются для очень широкого спектра болезней, к которым относится болезнь синдрома хронической усталости, плохо заживающие раны, различные болезни кишечника. Это очень важный момент сердечные болезни, коронарные болезни, различные зависимости алкогольные, лекарственные и так далее, и так далее. От покупок не лечите, доктор? От покупок нет. От покупок, к сожалению, не лечу. Это было бы, знаете, я когда-то в шутку говорил, что я могу снимать порчу от сморгиджей, со всяких долгов, со всяких таких дел. Но это была шутка. Думали бы самый популярный человек на земле. Это была шутка, но звонков я имел много. Серьезно? И вот так в поисках того, что еще могло бы помогать моим пациентам, что порекомендовать, потому что с обычной медициной наши возможности стали немножечко ограничены. Кроме таблеток ты не знаешь, что предложить. Люди же сами не хотят думать и не хотят понимать, что совет медицинский, например, потерять вес намного важнее, если это видно и все, намного важнее, чем совет принять 10 других таблеток. Но вот так получается, что если врач не дал таблетки, значит это плохой врач, значит это неправильно, значит что-то не так. Но если дал правильный совет, его никак не воспринимают. Так же как в религии люди, почему говорят, как это нету Бога, вот у евреев, нету облика Бога, как же это так? Потому что это так труднее, это дух. А когда ты видишь конкретную, допустим, картинку, ты ей помолился, так же как и врач, дал таблетку, вроде ты чего-то сделал. Вот у меня сегодня 2 таблетки утром, 6 таблеток вечером, 18 ночью. Да, забывая, что это вредно. А тут приходится самому работать в контакте с доктором. Вот в поисках таких спиричуальных каких-то моментов для участия в лечении, что лечение это не только дать таблетки или лекарства. Лечение это правильно поговорить, подсказать, что нужно делать, как общаться, как общаться с детьми и родителями. Это такой совет, это тоже часть лечения. Как верить, в кого верить, зачем это нужно. Это, ну, волей-неволей люди, у которых больше, чем 2 извилины, к этому приходят рано или поздно. И вот в поисках таких различных энергетических запасов человеческих я попал в Мексику. Буквально пару месяцев назад и просто влюбился в эту страну, а особенно влюбился в те вещи, которые там делаются. И мне было интересно, очень многие рассказывают о целителях. И Мексика, одна из стран, такая, например, как Перу, такая, как Бразилия, очень имеет много целителей, которые делают различные вещи. И ты даже не можешь понять и не можешь перевести на язык нашей логики, что же делают эти целители. Но, тем не менее, пообщавшись с ним, ты совершенно по-другому себя чувствуешь. Как это на тебя воздействует, на каком это энергетическом уровне, непонятно. Но вот рассказывая то место в Мексике, где я был и куда ездил, там довольно много целителей. Ну, относительно. Эти целители принимают по 200-300 людей в день. В день? В день. И вот так едут люди на эти все ритуалы, и проводят с ними время, и соблюдают их рекомендации, делают массу вещей, которые мне, и как врачу я считал, я пытался это перевести на тот язык, что же они делают, чтобы понять. И это я не мог понять, и никто это, я думаю, что не может понять. Но, тем не менее, приходят люди к потрясающим результатам. И место, где я был, называется Юкатан. Это Голф в Мексико, в Мексиканском заливе, на самом побережье, которое по истории, это просто сама идея и мысль очень интересная, что очень много лет назад, тысячелетия назад, в эту землю влетел огромный метеорит. И поменял всю энергетику этого места. И поэтому там, как бы, и другие люди, и другое понятие, и другое поведение, и другое самочувствие. Это вся аура, где ты находишься, она делает тебя совершенно другим человеком. И ты начинаешь, вот что очень важно, ты начинаешь верить. Во что ты веришь, неизвестно. Но там люди не верят в Бога, а там люди верят в землю, в воздух, в огонь, в такие вещи, пару таких вещей. И они все время общаются с этим. И от общения с землей, с небом, с огнем, у них работает совсем по-другому мышление. И вот там ты... Как еще раз называется место? Юкатан. 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 Это находится возле Медины, такой город, который тоже... Ну, мы много чего не знаем, поэтому я говорю очень, очень важно быть, как по-английски, open mind, нужно быть открытым к вещам, которые тебе рассказывают, которые тебе хотят показать, что хотят с тобой делать. Также должны быть больные люди, открыты к чему-то, что им советует кто-то другой. Для этого нужен свой доктор, понимаете, это очень большое дело. А вот мне кажется, вы вот тот доктор, которому доверяешь. Ну, я хочу. Давайте сделаем перерыв и потом продолжим программу. Наша программа продолжается. В студии РТВА сегодня доктор Джозеф Клейнерман. И мы, доктор, предыдущую часть закончили словом Юкатан. Это Мексика. Почему вы влюбились в эту страну? Я скажу вам, почему я влюбился. Потому что после посещения этого Юкатана и целителей, и вообще мест, которые там, у меня появилось совершенно другое отношение к жизни, совершенно другие чувства. Я был очень подавлен перед тем, что поехал туда и хотел видеть, и хотел что-то понять, хотел что-то для себя найти. И буквально с трапа самолета сойдя, я почувствовал совсем по-другому здесь. Ну, конечно, это, знаете, нужно обладать какой-то верой, нужно верить, нужно хотеть, нужно чувствовать, нужно себя настроить. И я это все сделал, потому что я действительно хотел сам себе помогать. Но оказалось, что это так легко, спокойно и приятно, самому себе помогать с помощью всего, что есть вот в этой части света. Это было очень-очень здорово. Все ритуалы, которые я прошел, пять или шесть ритуалов, во-первых, это очень интересно, во-вторых, очень красиво. В-третьих, это действительно какое-то очищение. Я там понял, я смеюсь сейчас, рассказываю, что здесь люди все время говорят, нам надо почиститься, нам надо очиститься. То отчего, я никогда не мог понять, скажу вам честно, отчего же нужно почиститься. А в самом деле, там я понял, что нужно почиститься от желчи, которая в людях собирается. Настоящие желчи имеются в виду? Нет, нет, образно. Да, образно, образно. Очиститься от этого. И все там считается, что все это, всю эту гадость как бы забирает земля, и воздух, и вода, и все это, и огонь, все это. И люди добрее становятся, люди верят в то, что они делают, люди общаются по-другому. И я увидел массу людей, которые приезжают. Вот, например, у одного целителя мы были, которому очередь, буквально сотни человек, начиная с четырех утра. Он тратит с тобой, может быть, одну минуту, а может быть и меньше. Но эффект этого общения настолько потрясающий, что... А что же можно сделать за одну минуту? Вот это то, что я вам говорю, Марина, это то, что невозможно постичь. Это невозможно постичь, это что-то такое. Ну, очень необыкновенное. Но в то же самое время эти люди имеют некоторые природные ресурсы, которые они используют. Они используют там травы различные. И проведя свою диагностику, они делают там энергетический массаж, скажем, умственный массаж. Какие-то диагностические такие процедуры, которые мы не видим, но они считают, что вот это так. И на это они, как в углоукалывании, например, тоже невозможно постичь, как меридианы, которые, имея тело как это, разбитый меридиан легкого, вообще не проходит там, где легкое. Но это, тем не менее, существует, эти точки имеют магическую силу. Так же там все, что они делают, ты не можешь понять, но это помогает. Ну и слава Богу. Да, и тебе больше ничего не... Может, сами обряды, может, сам воздух, может, они чистят у них там вера в чакры. Это вообще находится возле ривьеры Майя, ну, правда, еще нужно ехать километров 300. Это не очень близко, но это того стоит, тысячу раз это того стоит. И они чистят чакры. И тоже это всякие ритуалы. Демаскаль такая процедура, где ты как в горячей бане проводишь определенное количество времени. И этот целитель молится с тобой, изгоняет гадости всякие, и ты выходишь обновленным. И мне, например, не важно, что помогает конкретно. Мне важно, чтобы или моим пациентам, или мне самому было хорошо от того, что я рекомендую, от того, что они делают. И, безусловно, там можно убедиться, насколько большое значение имеет вера людей. Люди должны поверить. И это то, что там происходит. И я привожу очень часто такой пример, ну, недавно это начал приводить, рассказывать, что... Ведь люди болеют различными болезнями. И можно очень тяжелую болезнь перенести легко. А можно очень легкую болезнь перенести тяжело. И вот в этих местах происходит тот процесс, когда тебя жизнь, целители, кто, не важно, учит, как переносить, как относиться, как чувствовать себя в болезни максимально хорошо. И это очень важно. Потому что что ведет, так сказать, в могилу, ведет состояние твоей психики, твои нервы, твои эмоции, твои обиды, почему, как и что. Эти вопросы исчезают. Ты только хочешь жить и жить и жить. И в этом большая сила. Доктор, у нас еще один перерыв. Я прошу прощения, что вас перебиваю. У меня просто сейчас пришла достаточно простая мысль прагматичная, что если человек планирует свой отпуск, вместо того, чтобы ехать, например, куда-то в резервуар, как моя дочка говорит, где там, знаете, ешь и лежишь, ешь и лежишь, так лучше поехать. И я об этом расскажу сразу же, как мы вернемся. Умолкаю. Ну что ж, дорогие друзья, наша передача входит в последнюю фазу. И доктор вот с абсолютным обожанием рассказывает о месте в Мексике, которое называется Юкатан. Да, доктор? Да. Расскажите, пожалуйста, не только мне, но и телезрителям. Про джунгли. Оказывается, это вообще в открытых джунглях все происходит? Это все. Сейчас кто-нибудь испугается? Нет, пугаться нечего. Ну там цивилизованные все. Не такие страшные. Ну там люди принесли цивилизацию. Но я хочу это сказать в том ключе, что эту всю историю мы начали с доктором Погребинским на тему медицинского туризма. И заключается медицинский туризм в том, что одновременно ты можешь поехать отдыхать, ты можешь посмотреть достопримечательности, и ты можешь еще получить лечение. И в этом месте, в Юкатан, Мексике, все это есть. Совершенно потрясающие места, подземные озера, различные пирамиды. Очень красиво, со всякой символикой сделано. Все это находится среди джунглей. Ну это цивильно, конечно, сейчас. И в этом есть своя прелесть. Но старина тоже обращает на себя внимание. Это очень-очень здорово побыть в этой среде. А лечение ты получаешь совершенно, что называется, нетрадиционное. Так люди любят говорить, и это все там есть. Это лечение уцелителей различного вида, с различными ритуалами, которые и сами по себе интересны, и плюс они еще лечебны. Место, где мы находились и будет там находиться, мы будем там открывать хиллинг-центр, так называемый, где будут и целители приезжать, и осматривать. Это все находится на самом берегу Мексиканского залива, буквально в 70 метрах от воды, где тут же рядом ездят лодки с рыбаками, утром привозят свежую рыбу. Мечта. Мечта. Это действительно мечта, и поэтому я с таким и восхищением это рассказываю. И я действительно хочу, чтобы кто никогда не пробовал почувствовать райское чувство, чтобы они это сделали для себя. Сделали себе подарок. Это то, где возвращаются мысли, где возвращаются чувства, где возвращаются эмоции, где укрепляется дух. Это то, чего не хватает. И если думают люди, что вот к этим целителям и в такие места нужно ехать, когда ты совершенно больной, когда у тебя конечная стадия жизни или канцер такой, или что-то такое, вот тогда надо ехать к целителям, и это точно поможет. Так это всё не так. Это абсолютная неправда. А правильнее всего ехать именно, когда ты молодой и здоровый, чтобы придать себе энергию, чтобы почувствовать себя хорошо, здорово. И продлить это до 120. И продлить, сколько ты можешь быть на ногах и соображать. И вот это время туда ехать. Ну что, раз в год так вот съездить на год хватит? Я вам скажу, что раз в год это очень хорошо. Люди ездят два раза в год, вот которых я видел, и которые едут, и проводят там время, и каждый раз довольны, и с трепетом ждут, когда же будет их следующий раз, чтобы получить достаточную энергию. И от этого места получить хороший спирит, получить хороший дух. Понаслаждаться, почувствовать, подышать, подумать, и почувствовать себя хорошо. Вот это ещё может быть важнее, чем многие-многие медицинские, скажем, вмешательства, лекарства или что-то. Ведь, опять-таки повторяю, как ты переносишь болезнь, к этому нужно подготовиться. И вот это есть подготовительный процесс, как хорошо дальше жить. Не сегодня, а дальше. И хорошо чувствовать, и иметь хороший дух. Но с детьми, наверное, вряд ли туда можно, да? С детьми тоже туда можно ехать, дети, не все места дети посещают, но дети могут ездить. Это отдых, Марина, это отдых, это туризм, это лечение, это всё. Это смена декораций каждый день, это красота. Смена нарядов для некоторых тоже очень важна. Тоже очень важный момент, безусловно. Это всё помогает. Но это симптом хорошего настроения и симптом хорошего самочувствия. Красивый, новый вид замечательного отдыха, правильно? Я бы так сказал, что это вид отдыха. Медицинский туризм, это вид отдыха. Но плюс ты получаешь вот такие энергетические зарядки. Это тоже очень часто я посмотрел, и я раньше ездил, и все это, знаете, многие отдыхи бессмысленные. Они, это времяпровождение или для красного славца. Да, скучно, нечего делать, действительно, нечего делать на отдыхе. Кроме того, что сходить на пляж и пойти на ланч, ничего. А тут ты видишь, ты лечишься, ты получаешь удовольствие, и плюс ты приобретаешь хорошее самочувствие. Что ещё нужно? Что ещё нужно, как хорошее самочувствие? Согласны? Берём. Берём Мексику за рога. Да, и так Юкатан, да? Юкатан. Называется место Юкатан, город такой центральный, Медина, кто захочет посмотреть, в котором живёт почти 3 миллиона человек. Почти 3 миллиона. Старинный город, очень красивый. И вообще в Мексике масса-масса красивых мест. Необычных, для нас необычных. Очень красивых, очень спиритчу, энергетически заряженных. И, в общем, только-только получи своё удовольствие и enjoy the moment, что говорится. Замечательно. Я от вас даже немножко сейчас от Мексики что-то получила. Спасибо большое, доктор. Пусть у вас продолжаются ваши силы, ваша энергия и энергетика до бесконечности. Спасибо большое. И, дорогие друзья, вам тоже я желаю здоровья, всего самого-самого доброго и крепкого духа. Спасибо. До свидания.